здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале сегодня у нас будет очень легкая и быстрая пересадка достаточно нежный такой вот воздушной орхидейки я вам сейчас ее покажу это малышка розовая мечта розовый сон эту малышку мама купила по уценке за 300 рублей в магазине летом там было очень много уценки мама купила 5 штук и четыре из них были в плачевном состоянии и одной вот повезло у нее все в порядке она можно сказать идеальная я хотела бы маме сделать сюрприз и пересадить в один очень удобный хороший горшочек особенно на летний период времени когда вы надолго выезжаете мне кажется он просто восхитителен у меня в таких горшочках уже посажено несколько орхидеи и я довольна единственно не во всех магазинах можно найти такой горшок поэтому если я приезжаю и даже я если я не планирую какие-то пересадки обязательно покупаю себе про запас такой горшочек вот сейчас как раз он у меня есть я решила мамину красотку пересадить она не цветущая но у меня есть точно ее копия вот так вот она будет свести я специально сегодня принесла эту красотку это орхидейка розовый сон розовая мечта она искрящаяся думаю сейчас не особо будет видно какой у нее красивый цветочек но он поистине изумителен искрящийся очень красиво особенно когда знаете так бывает попадают лучики солнышка он прекрасен она у меня уже постепенно цветает это шапка была намного больше такое розовое облачко очень красивая я кстати свою тоже брала по ценке но я ее покупала всего лишь за 150 рублей по муфлерой мерлен это было или в обе сейчас могу перепутать но видео есть на маяка на моем канале и пересадка она у меня в чистом керамзите поэтому эту малышку я тоже хочу посадить в чистый керамзит так что давайте долго не буду тянуть начнем уже саму пересадку а нам еще надо ее вытащить из горшочка она полностью обработана от вредителей и я ее обрабатывала против гнили так на всякий случай она конечно не гниет у него все в порядке но когда я ее соседок по несчастью обрабатывала ее тоже обработала ей тоже досталось так сказать вот поэтому я знаю что и она готова к пересадке она без вредителей и не обработана на всякий случай против гнили вот так вот выглядит вблизи цветочек орхидейки pink дрем розовый сон розовая мечта такая нежнятинка причем когда стало больше солнышка ведь они стали поярче розового больше стало а когда было дома прохладно они были бледноватенькие такие а сейчас вот и больше солнышка у нас и тепло и они стали поярче вот такая прелесть очень красивое розовое облачко приступим к самой пересадки конечно же перед тем как пересадить нашу орхидейку ее нужно освободить от старого горшочка от старого субстрата здесь конечно же все легко мы обминаем здесь вот сухой корешочек убираем грунт влажный но не мокрый потому что она стояла у меня в по принципу до двойного горшочка стояла в кашпо в кашпо было немножечко водички и вот такой вот грунт он влажный но не мокрый с него не течет при этом корни видите раскуклились и начали расти я всегда советую делать такой метод по принципу двойного горшочка чтобы орхидейки тянулись к влаге но не стояли в воде чтобы корни не гнили я вам показывала в предыдущем видео как она у меня стояла это наверное было в самой первой части про маминой реанимашки орхидейки которые уценки она купила сразу и показала как она будет у меня стоять кому интересно как она мне содержалось все это время перейдите в плейлист маминой реанимашки уценки гнилушки вот и там сразу с первой части понятно как она у меня стояла росла все это время что она даже раскуклила корешочки ей все нравилось корешочки как видите все в идеальном состоянии вот и наша сейчас задача аккуратненько снять вот этот вот торф стакан он совершенно не нужен здесь нужно действовать очень очень аккуратно потому что корешочки здесь все живые стаканчик влажный но опять же не мокрый с него не течет насильно отрывать я не хочу все сделать максимально аккуратно чтобы корни не трещали чтобы все было максимально аккуратненько я вот так разламываю его пальчиками на маленькие кусочки и как бы выталкиваю разрушается этот стаканчик и падает еще важно хочу сказать такой нюанс если кусочки коры сильно приросли к корням орхидеи не нужно их прямо на сильно отрывать пусть они останутся ничего страшного в этом нету если конечно вам не нравится качество самой коры может быть да там с плесенью или еще как то то можно тогда замочить чтобы кора отвалилась сама но ни в коем случае насильно ее не отдирать вот так зачистила смотрю здесь все чистенько все хорошо я надеюсь все видно что корешочки здесь все чистенькие все хорошо корни начали расти корни раскуклились вот он дочищаю здесь под шейкой просто не хочу чтобы оставался этот тур в стакан мы все отлично орхидейка у нас на пересадку тут даже в принципе вот только в одном месте наверно сухой корешочек и все больше даже обрезать здесь нечего здесь вот надломленный корешочек он пожелтем на всякий случай уберу он был воздушный вот сухой кончик все все остальные корешочки в идеальном состоянии это утшенка конечно идеальная единственная из пяти с ней все хорошо ну и приступаем к самой моментальной нашей пересадки единственная еще думаю о том чтобы удалить вот этот самый маленький нижний листочек во первых на нем вот видите черное пятно и боюсь что начнет развиваться вот видите она и здесь как бы травма вот я наверное все таки его удалю чтобы обезопасить и не переживать да он маленький я вот таким вот образом и уберу обычно разрываю листики пополам потом снимаю но здесь он малюсенький я решила его так просто взять и оторвать все орхидейка готова сажать сегодня орхидейку мы будем в очень хороший горшочек мне он нравится я уже не первый раз буду сажать такой горшок это фитильный полив я сейчас сниму наклеечку все-все-все вам покажу он внутри идет прозрачный а основной горшочек внешне он белый поэтому не видно ни водоросли я не вообще ничего все отлично все хорошо даже можно поставить где-то в зале и он эстетически очень очень красиво у меня как раз стоят на подоконнике практически все такие горшочки беленькие смотрится это очень красиво правда мне нравится я решила маме тоже да сделать такого как можно сказать сюрприз скорее всего она уже будет у меня я вручу эту орхидейку в новом домике в новом горшочке 4 орхидеи которые в плачевном состоянии и которые только на восстановлении находятся я их не отдам а именно эта орхидейка поедет скоро к маме в ее наверное так можно сказать родной дом мама же их купила смотрите чтобы быть как бы не голословно я вам покажу эту орхидейку она год растет в этом горшочке ведь он точно такой же так не могу даже тут все приросло здесь очень хорошая корневая система здесь как видите вот он фитиль он позеленел о чем я говорила из-за белого горшка не видно этих всех водорослей но зато здесь очень очень красивые корни так я надеюсь все будет хорошо видно вот так вот точно будет хорошо видно посмотрите какие корни причем здесь такие малюсенькие дырочки но корни умудрились прорасти в эти дырки вот так вот это все выглядит сверху мох чистый керамзит и орхидейка себя прекрасно чувствует посмотрите какие у нее корни боюсь снизу сломать вот такая красота у нее наросла возвращаю ее на место у нее воздушные корни недавно эта орхидейка отцвела это орхидейка молния как раз таки вот это было первое домашнее цветение она в идеальном состоянии я сейчас на жду от нее уже новый цветонос не знаю почему но мне очень хочется посмотреть на ее цветочки крупные красивые и яркие так но теперь сама пересадка для этой моментальной просто посадки нам понадобится конечно сам горшочек и минимум ингредиентов это керамзит я сегодня выбрала крупный и мелкий вот но можно было посадить именно в таком у меня видите его мало поэтому буду смешивать крупным заканчивается у меня мой любимый керамзит я скоро поеду в лето буквально через день и к плюсами наверно сразу несколько пачек такого керамзита он очень легкий очень классно меня нравится он прям воздушные мелки он просыпается везде между корешочков но при этом он очень быстро и легко просыпаем просыхает и даже если предки рамзит сажать большой горшок все равно очень хорошо все быстро просыхает корме через него очень хорошо растут и но что он очень легкий мне он нравится этот дренаж на эту же брала его в лето вот единственно именно для этого горшочка он крупноват поэтому сегодня будет такая вот в перемешку буду сажать вот нам нужен получается горшочек керамзит и немножечко совсем муха и ему в принципе нужен наверное только в летний период времени когда совсем жарко чтобы влага задерживалась и не так быстро испарялась в зимний период когда у нас прохладненько в принципе но можно даже убирать или не использовать а летом обязательно ну про крайне мере в моих условиях да давайте не забывать что у всех условия разные температура даже зимой и летом разное поэтому это нужно учитывать приступаем сама посадка будет очень быстрая моментально и здесь я уже проделать или наверно вытащу чтобы все было хорошо видно чтобы через прозрачный я горшочек здесь как видите фитиль и самое важное это фитиль приподнять он должен быть вот так вот на 5 сантиметров выше не вровень его даст дном а выше на 5 сантиметров чем донышко в этом и весь смысл фитильного полива чтобы он потом поднимал влагу практически до середины горшочка естественно если бы у меня был горшок больше я бы подняла фитиль еще выше а так получается где-то на треть горшочка примерно так засыпаю под крупный керамзит и прям стараюсь под фитиль чтобы потом когда я установила орхидейку фитиль не упал я прям керамзит под фитиль вот так и заталкиваю вот так добавлю чуть-чуть со всем мука со всем капельку буквально вот так у меня кстати закончился живой мох остался только сухой сфагном и я очень очень жду пока не пришлют живой мох вот очень хочется я даже скучаю и пересаживать без живого мха как-то уже знаете уже не то наверное как то так получается хочется живые макушки потом видеть как они прорастают ну кстати здесь горшочек белый макушки растут не так активно но все же живой мох там остается в активности как мы видели да вот я немножко ранее показывала посадку там мох и живой и растет ничего здесь будем использовать вот такой вот мох совсем капельку устанавливаем орхидейку у нее корневая очень хорошая стараемся воздушные корни тоже вот так вот все горшочек немножечко пальчиками надеюсь все хорошо видно может как-то стану сейчас пальчиками я вот так раздвигаю корни чтобы орхидейка именно уселась в горшок чтобы она не выбирала давить на корни не нужно потому что если мы придавим они могут полопаться а нам этого не нужно если корни полопаются это лишнее лишняя травма да и лишнее потом может быть изогревание которое нам совершенно не нужно поэтому лучше немножечко заморочиться с тем чтобы раздвинуть корешочки и все начинаем дальше покупать керамзитом для начала его использовать крупный керамзит между корешочками такие крупненькие кусочки керамзит очень быстро просыхает мне он очень нравится в посадках я люблю сажать в керамзит мои подписчики прекрасно об этом знают вот так вот с крупным керамзитом закончили берем мелкий я надеюсь все хорошо видно я ракурс выбрал хороший мелкий керамзит сейчас просыпется везде и везде и все высоты заполнены я обожаю этот керамзит правда он воздушный такой весь приятный даже вот на ощупь посмотрите какая прелесть и все сверху прям хороший походу сломка хочу уложить пределе это у нас сегодня такая же раз вообще не хорошенечко обложу поливать я буду через сутки поливать и буду только завтра эту орхидейку мог прилежать и получится такое одеялко для влагосбережения у этой орхидейки такая прелесть у нас получилась такая получилась очень быстрая моментальная посадка простукиваем чтобы керамзит провалился во все пустоты и все вот такая красота мог когда польется он уже приляжется он не будет уже так топошится и не будет так сильно крошится вот такая красота получилась в принципе этот горшочек отлично выглядит вот такая красота на любом водоконнике он будет выглядеть великолепно сейчас он очень легкий когда наполнится водой будет такой знаете прям увесистый потому что промежуток здесь очень хороший такой большой до внутреннего горшочка здесь можно налить прилично прям водички и не боясь уехать например командировку на целый месяц водичка спокойно там остается питать через фитиль орхидейку и орхидеи выдерживают целый месяц без дополнительных каких-то вмешательств до со стороны хозяина естественно только нужно их притянить до чтобы солнышко только не обожгло и все можно спокойно уезжать его гости или на море вот такая прекрасная посадка пользуйтесь моими советами я надеюсь вашим орхидейкам понравится единственная дамок мы немножечко отодвигаем от шейки то нужно учитывать но я обычно это контролирую уже при поливе когда мог мокрый можно аккуратненько везде вот так поправлять а сейчас конечно немножечко непослушный все мои дорогие я думаю моя мамочка будет довольна она не ожидала что я пересажу ее орхидейку она думает что я и отдам ее в старом да ее стаканчики в транспортировочном а тут мне кажется очень даже такая будет красивая посадочка заберет уже в таком красивом горшочке всем пока пока до новых встреч мои хорошие до новых видео и пышного цветения вашим орхидейкам